Это всё та же квалификация азиатская, конечно же, на ИМ Катовице, 12 сезон. Ну и, соответственно, третья карта между командой Signature Gaming и MVP PK. Я рад, что вы здесь остались и будете смотреть до конца. Это противостояние вместе со мной, дорогие друзья, конечно же. Signature выиграли по ножовщине, будут начинать в защите, соответственно, MVP PK. Будет атака, и, возможно, эта атака уже направлена на точку А. Бомба лежит в яме, соответственно, там ещё и два игрока находятся. Кстати, QQ поджимает middle, он слышит перетяжку от соло. Ой-ой-ой-ой, это может быть проблемой для игроков из Южной Кореи. Соответственно, тут QQ может ещё зайти в спину, но нету него. MVP тут не соло, не прочекил данного противника. QQ в итоге его не убивают. Господи, какой провал 5-4 ситуация. Ну и, соответственно, здесь нет информации вообще по бомбе. Это самая большая проблема для защиты, потому что поджали одну точку. Информации не собрали вообще никакой, кроме одного оппонента. Но Сигарет поджимает к Зигна, есть уже размен на одной из точек карты. Выход будет от соло через X. Сигарет его отворачивает от этой позиции. Но и джиниус тут смог режет Хаска, который пытался поставить эту бомбу. Сэв вместе с главом на размене. Остается только один Сигарет. И о нём есть информация. Он уже стрелялся с противником на виде. Соло в этом раунде в итоге вышел победителем, ребят. По сути, ему в спину заходили. Он мало того, что этого уходящего противника забрал. На себя стянул внимание. Тиммейты вышли на точку А, поставили бомбу. Ну и потом, по сути, вы видели всё на своих экранах. Тут что-то невероятное просто произошло. Но Сигарет всё-таки будет пытаться. Есть дефуза, есть смог. Вложил уже его. Будет пушить противника на Сити. Одного забирает Глова. Они выходят также на Сеф. Один остаётся только соло. Неужели это будет ещё один нож? Нет, Сигарет идёт против него. Но всё-таки соло охлаждает оппонента. И забирает раунд свою копилку. Ну и здесь всё-таки 1-0 в пользу команды MVP-PK. Хотя до последнего, если честно, ребят, я не знаю. Вот как так вот неуверенно, наверное, сыграли ребята из Южной Кореи. Потому что были абсолютно все шансы на взятие данного раунда. Учитывая то, что у последнего игрока защиты были диффузы. О, очень такое активное начало. В рамках карты The Mirage решающая, ребят. Но должна быть такая, наверное, с кровью, потами, слезами. Потому что у нас не то, что были односторонние, но была односторонняя карта Cobblestone. Потом был более-менее где-то волнами равный Inferno. Но вот сейчас третья карта. Я, если честно, не знаю, как вот Signature будет отыгрывать сейчас. Потому что вот MVP я видел на этой карте. В принципе, наверное, неплохо смотрится эта команда. Но команда из Таиланда, если честно, для меня это такой загадочный персонаж. Ну и что, MVP занимает уже Lada Room. Возможно, будет комплексная атака на точку B. Тут, кстати, два игрока остаются. QQ вместе с Сигаретом. Дигл и ЦЗ 75. Абсолютно нет гранат, и это проблема. Было бы неплохо здесь Сигарет и убить соперника. К Зигану его не чекает. Кстати, есть минус уже с ЦЗшки. Хаск пытается зажать оппонента. У него 6 хп остается. Все-таки он тоже отлетает. А там бомба. И нужно сейчас как-то выходить уже на плент и забирать еще пакеты. Массу времени не терять сейчас MVP PK. Glow, господи, Glow уже прорывается из команды Astralis. Ну и Glow здесь ничего не смог поделать. Только одного с собой забрал. Ну и Соло в одиночку. Как бы это ни звучало, будет выход через маркет. Genius его уже читает. Он уже топает. Нет уже времени, судя по всему, особо-то расправляться со всеми здесь позициями. Да еще и бомбу забирать игроку атаки. Но все-таки есть минус по Genius'у. Еще и второй залетает против Sigrid. И как же неуверенно действует команда Signature. Выбило столько девайсов. Потом по одному играет против последнего. Хадшот залетает. И в итоге вот так вот Соло выходит через маркет. И делает три минуса по игрокам. Которые вот каждый решил сыграть против него один на один. Вот представьте себе ситуацию, когда вы в клатче. И когда у вас против большинства оппонентов всегда дуэль. То есть нет даже выхода какого-то более широкого, может быть, вместе. Как-то стоило его загнать, если вы уже хотели так этого Соло убить. Учитывая то, что у него не было бомбы, вам некуда было спешить. Ошибка. Однозначно довольно-таки грубая от команды Signature. Таких ошибок у них еще не было, наверное. Я имею ввиду таких серьезных. Сигарет, какая стрельба. Слегла, забирает Зигна. Хаск на размене. И QQ не оставляет просто вот противника. Он постоянно на острие. На разменах. Роликс также находит себе еще один фраг. Большинство для команды Signature. Я напоминаю, что это пистолеты. Там большинство без армора вообще было. Но Зеф выживает. Тут 8 хп после Genius. Но и ситуация 2 в 2. При этом нет диффузов у защиты. Ну, будет, конечно, попытка вот забрать как минимум красного Зефа. По нему была информация, что попадали в голову. Но тайминги не в пользу Роликса. Как бы это ни звучало тоже. Тайминги не в пользу Роликса. Я запомню эту фразу. 3-0 в пользу уже команды MVP PK из Южной Кореи. Они себе укрепили только что экономику. Более-менее, хотя были потери. Вот посмотрите, у нас, в принципе, погибали довольно-таки часто Глоу, Хаск и Кзиган. Но пока что без смерти идет Соло. 6-0-0. Пока что ударник основной своей команды. Самый результативный игрок на сервере. Вместе с Зефом, конечно же. Роликс уже в коннекторе. Там, кстати, у него будет позиция вместе с Джинниусом. В целом, это игра без мидла. От команды Сигничер. Знаете почему? Потому что нет гранат. Вы не боретесь за мидл. Рьяно, если у вас нет чего откинуть. Там противника, у которых есть полный набор. Здесь, по сути, есть все смоки, есть молотовые. Ну и что? Тут реалити со снайперской винтовкой. Напоминаю, что у него есть первый армор. Дефузов у команды, которая играет в защите, нет. Ну и есть надежда только на стрельбу. И на вот эти вот две флешки от Роликса и Сигарита. Ну а здесь первым девайсом, почему бы и нет, раскидка точки Арибат. Это вот действие по энциклопедии правильного контр-страйка. Реалити нужно уже уходить. Возможно будет подсадка вместе с Джинниусом. Соло находит уже фраг против Роликса. Это первая кровь. В данном раунде QQ. Как всегда, на размине. Вот сразу же QQ. Будь то на точке А, будь то на точке А. Он постоянно находит себе фраг. Ну и здесь все закрыто. Понимает Сигничу, что очень мало шансов на выбивание. Посмотрите, нет ничего. Ни одной флешки какой-то, чтобы выманить соперников. Те будут держать углы до последнего. Зев, кстати, отлетает от Джинниуса. Ситуация 3 в 4. Накаляется потихоньку. Но при этом еще и QQ выходит через коннектор. Забирает также Хаска через яму. Зиган! О, это, наверное, самая важная перестрелка в этом моменте, дорогие друзья. Вот если бы Зигана убивали, там бы можно было против Глоуа всем подействовать. Но нет, не получается. Зиган еще и забирает реалити. Глоу расправляется с Джинниусом. И QQ не уходит с плента в живых. Это очередной раунд для команды MVP PK. Вот оно! О чем я пытался вам сказать только что. Может быть, конечно, в сумбурной манере. Потому что очень много сегодня Counter-Strike выпало. Но Зиган, ребята, в этой ситуации дал самый важный минус. Понятно, что все они были важными. Вот там где-то убили яму. Выкурили, может быть, коннектор. Но если бы Зиган погибал в A-Palace, то все. По сути, работа будет против коннектора. Там есть сенаперская винтовка. И Глоу ничего бы не смог сделать. Зиган уже зарабатывает себе фраг против Джинниуса. Тот решил вблизи дистанции вместе с ЦЗшкой принимать оппонента. ЦЗшка не окупается вообще. Уже ситуация 5 на 3. Не прошло и 30 секунд в раунде. Зиган идет дальше. Тут по одному как-то решили вновь действовать signature. Вот вы знаете, я вот сегодня смотрю азиатский Counter-Strike вместе с вами. И основная проблема этих команд в том, что они почему-то начинают очень часто играть по одному. Они не используют большинство на точках. Не используют какие-то углы, может быть перекрестные огни. И вот если бы они убрали бы вот этот стиль, вот действия по одному и слишком агрессивные, возможно даже выходы, то было бы все намного лучше у азиатского региона. Я вот так смотрю, может быть где-то меньше в этом плане действует Актайлу. Но вот MVPPK, signature, те же флэш, всегда врывы какие-то на геройство. Огромная проблема, наверное оставят его Зефу на съедение. Учитывая то, что у него маг десятый, еще и подформил игрок атаки. Смотрим на экономику на фраге, конечно же, если кому-то интересно сейчас. В денежной ситуации здесь, конечно, у MVPPK все шикарно. Да, чего не скажешь, а signature, которые вновь вынуждены закупаться просто под ноль. Но возможно сейчас вот будет, я хотел сказать, две снайперские винтовки QQ вместе с реалити. Попытаюсь остановить эти выходы на мидл. Возможно на бе тоже сработает снайперская винтовка, если она туда пойдет. Вот одна из них, да, действует у нас на Зиге, вторая, конечно же, на точке А. Ну и здесь неплохой угол против Зига. Ой, какие тайминги! Проходит все-таки соло, здесь никто его не просматривает. Еще и выход идет на точку В полным ходом. Здесь сбривает абсолютно всех опорников. Сравнялись с землей этот B. MVPPK, Rolex, Genius, реалити. Это те ребята, которые должны просто идти на сейв. Нет шансов вновь. Как на А нет шансов, так и на Б сейчас при таком заходе. Вы не можете выходить, вот даже не учитывая то, что у вас там два молотова, есть смоки и флешка. Но противники уже успели выйти. Они не в динамике, они в статике. То есть они уже выбрали хорошие позиции. Если бы была динамика, можно было бы еще попытаться ухватиться за этот раунд. Но слишком далеко находились игроки защиты, которые пытались выходить как раз-таки на размены на маркет. Тебе выпадал кисть с мажора. Нет, ребята, я неудачник. Я посмотрел абсолютно все квалификации. Там 90% матчей и первые дни, собственно, самого мажора. Нет, пока что нет ничего, ребят. Жизненно. Ну ладно. Седьмой раунд на ваших экранах. Третья карта, решающая между командами Signature Gaming и MVPPK. Счет на табло. И вы знаете, ребят, ну кто выиграет, тот будет завтра играть против Тайлу в системе Best of 5. За квоту на АМ Катовице 2018. И к этому, конечно, ближе пока MVP. Я никого не буду удивлять. Если скажу это. Защита очень дырявая. Вот Signature и здесь не просматривается вообще схема. Вот как играть вместе. Может быть даже поджимать вместе. Пока что только Солок Зиггин читает Ролекса. Какая классная позиция была для того, чтобы сделать этот минус. И он его сделал. 5 на 4, но при этом, посмотрите, неплохое решение от Джинниса. Но к Зиггин все это дело читает еще раз, господи. Как же он хорош в этом раунде. Убил. Подождал. Потому что, ну, обычно такая ситуация очень часто вот не на руку. Игрокам атаки играет. Потому что вы убили, отошли. А там уже противник успел занять эту позицию. По сути, ваш килл... Да, он прошел успешно. То есть, по сути, вы имеете 5 на 4, но у вас нет территории. Вы не можете зажимать своих оппонентов. То есть, по сути, если у вас противник поджимает ковры А, то он может даже в Соло там остаться. Можно сконцентрироваться в защите на точке Б. Но здесь, видите, вот не получилось поджать. Ну и, соответственно, к Зиггин уже оказывается героем данного противостояния в седьмом раунде. Реалити на голове. Он понимает то, что рано или поздно к нему выйдут через коннектор. Соответственно, нужно просто отойти. Отдавать точку нужно. Ну а здесь не получается. Уже Соло выходит. Откуда вообще Соло взялся там? Неужели он прошел через Ладдеррум? Возможно. QQ на размене против Зефа. Все еще 2 в 4. Большинство для команды, которая играет в атаке. Соло. Выход вновь будет спином, судя по всему. Ну, будет уже информация о QQ. Тот уже стрелял. Ну и от Соло он уже не уйдет. Второй минус для ветерана корейского Counter-Strike. Сигарет последний. Ну и эту М-ку он тоже не донесет в следующий раунд. Не могут пока что включиться Реалити и Ролекс. Реалити вообще, если честно, не было на карте The Inferno. Вы все помните его перформанс. В кавычках, конечно же. Это нельзя назвать перформансом. Это была слабая игра. Действительно, он не включился. Вот. И здесь и он, и Ролекс вообще в выключенной ситуации. Да и вообще вся команда, ребят. Когда команда, вот 5 человек проигрывает со счетом 0-7, то значит она полностью не в боевой готовности. МАК-7 появляется у Ролекса. Тот будет действовать под ямой. В принципе, очень хороший девайс для такого расстояния. Но есть еще один фактор, который повлияет на то, будет ли сделан килл с МАК-7. Это то, что, в принципе, только Кзиган тут действует с АК-47. И как же Реалити здесь не смог? Я так полагаю, что у Реалити был первый респ для того, чтобы пикнуть ковры. Он туда вышел, слишком долго задержался, если честно. И вот эта флешка тут все, не уходишь ты. Ну или ты действительно знаешь, как, будучи слепым, вот правильно отходить из этой позиции. Видимо, не получилось только что у Реалити. Это вновь первая кровь в пользу команды MVP-VK. Но QQ это лучший игрок на размене, наверное, сейчас у команды Сигначур. Постоянно идут минусы. Глоу, правда, его не отпускает, но на точке B остается еще Сигарец. Дальше нет выхода от Зига, соответственно, есть информация у команды Сигначур. И, возможно, это первый раунд для защиты. Есть очень высокая вероятность того, учитывая то, что Глоу очень красный. 2% здоровья у него осталось после контакта, но он сделал свой фраг. И надежда только на Хаска, который будет выходить вместе с ним на точку B. Сигарец забирает одного из них. Ну и здесь клачет для снайпера команды MVP. Нужно показывать свой скил. Аказчик всем уже на руках. Сигарец и можно прочитать. Кстати, Сигарец здесь сам почему-то на этой точке. Оу, но здесь стрельба сработала. Здесь действительно стрельба сработала, потому что одно преимущество где-то было у игрока атаки. Но Сигарец был хорош в этом плане. 1-7. Поздравляем команду Сигначур Гейминг с тем, что они вступили. На табло, конечно, карты The Mirage. Но все еще экономика очень хороша для команды MVP-PK. Они не будут отказываться от полных наборов. Пока что, правда, у нас нет снайперской винтовки. Хаск тоже решил от нее отказаться. Ну и здесь будет выход по флешке. Довольно-таки интересная тактика, учитывая то, что этого могут не ожидать. Ребята, из команды Сигначур. Ну и будет выход уже через Зиг. Господи, как же они сожимают. Роликсу здесь не поздоровилось. Просто без шанса его разрывают на темке. 5 на 4 ситуация. При этом нет возможности для размена. Еще и... Возможно, через Зиг зайдет еще один боец, а именно Соло. А тут Кюкью его ждет. Но пока что не было от него размена. Бомба поставлена. Я напоминаю, что есть диффузы у трех бойцов команды Сигначур. Но при этом есть только один смог молота Вихаяшка. Кюкью на ходе Зигна. Вновь размена от него же. Соло! Есть хэдшот против Кюкью. Хаск разбирается с Сигретом. Это было в джангле. Реалити! Борется до последнего вместе с Джинниусом. Врыв на точку. Глоу! Не пропускает Реалити. И Глоу тут же пресекает выход от Джинниуса. Ну здесь, вы знаете, такой выход был. Крик отчаяния, наверное, уже от игрока защиты. Потому что ничего не получается. И вы получаете очередной ресет. У нас нет денег. Было бы неплохо где-то застакаться. Вы знаете, ребят? Просто вот вместе даже сыграть. Даже на таком раунде. Я понимаю, что нет пистолетов нормальных. Там только две СЗ-шки от Кюкью и Джинниуса. Но вот хотя бы как-то пытаться угадать нужно. Жонглировать. Вот как-то вот, может быть, попытаться заставить соперника выйти на одну из позиций. Скромно очень смотрится команда Сигначер на карте Мираж. Вот видите, возможно, вы были правы, что вот писали, есть Коблстон, а есть все остальные карты. И это два полюса у команды Сигначер Гейминг из Таиланда. Ну а MVP действует по дефолту. То есть посмотрели возможный поджим на миде. Потом будем под раскидку, наверное, пытаться выйти на точку. А и здесь уже Сигначер наконец-то угадывают. Довольно закрытые позиции. Но вот жаль то, что не у всех у них есть не дефолтные пистолеты. В сэндвиче находится Реалити под ямой Джинниус. Релакс. Ролекс. Должен до последнего там релаксировать на самом-то деле, не выходить. Пытаться на себя, может быть, байтить. Ой, Реалити подлетает молотом под ноги. Нужно уже выходить. Или сгорать, или умирать от фульглоу. А так оно и получилось. Им на второй вариант. Остается только QQ вместе с Сигаретом. Ну и здесь у меня есть убеждение в том, что вряд ли команда MVP кого-то потеряет. И Зеф только что подтвердил его. Последний фраг на Сигарете 9-1. Дота комментировал? Нет, ребят, я не занимался никогда дотой. Только Counter-Strike в моем сердце. Тайские боевые искусства пока что проседают под корейскими. Но все еще нужно попотеть. Нужно хотя бы пару раундов выторговать. Реалии пока что очень пасмурные для команды. Сигначер, но вот она агрессия на миде. Есть первый фраг против Соло, но при этом, посмотрите, молниеносное решение выйти на точку Б. От большинства команды MVP-пк. Остается только Сигарет вместе с тиммейтами здесь на Зиге. И здесь выход слишком широкий. Он глава на какой спреймисе с Зигном. Два минуса, но QQ тут, как тут на разминник. Зигном остается очень красный, 15 хп. Нужно выходить на стрельбу, но все-таки он отлетает от QQ. Последний Хаски. Одного забирает только. QQ очень красный остается здесь на Эдварде. Откидывает смок. И здесь Хаску ни в коем случае нельзя спрейить в этот смок. Ему нужно попытаться выйти, но не идти дальше в него. QQ прочитал его и забайтил на этот выход все-таки второй раунд в пользу команды Сигначер Гейминг. Вот вы знаете, теория идеального розыгрыша. Вот как сейчас стоило сыграть Хаску. Да, он увидел этот смок. Но ни в коем случае нельзя было идти в него. Ну, как минимум, там можно где-то посидеть, может быть, отморозиться. Но он слишком широко открылся. И здесь это был подарок для QQ. В целом, QQ это локомотив команды Сигначер Гейминг. Если бы не он, то все было бы еще хуже. Вот вы сейчас смотрите на счет. 2-9. Это плохо. Это ужасно. Но мог бы счет 11-0, если бы не QQ. Да, там Сигарес тоже где-то делал какие-то неплохие точечные минусы. Но в целом я отмечаю только одного бойца. И он готов. Готов до конца сражаться и, возможно, даже попытаться вывести свою команду в финал этой квалификации А.М. Катовица. Тут выход уже слишком наглый. Посмотрите, как же удивляет команда MVP своих соперников. Просто через ковры большинство. Хаск вместе с Лоуом. 2 минуса Джиньос. Роликс отлетает без шанса в реалити. Не попадается в ВП. Нужно дальше ему как-то переосмыслить свою игру. Потому что он подводит свою команду зачастую. Нет, я ни в коем случае, ребят, не пытаюсь сказать, что он проигрывает карту. Потому что вся команда здесь проседает. Но реалити. Слишком много промахов. Если вы сейчас посмотрите на статистику попаданий. Вот сопоставите ее с выстрелами и попаданием в тело сопернику. То там будет, наверное, все очень плачевно. И получается реалити перенести снайперскую винтовку на следующий раунд, который будет у нас 13-м. А я напоминаю, что это третья карта. Финал Лозеров. Квалификация АИМ Катовицы. Азиатский дивизион. В принципе, сегодня меня немного даже удивил, ребят. Я два года назад комментировал. Практически эти же команды, этих же игроков. Ну, там совсем все плохо было. Все-таки потихоньку нарастут. Но очень медленно. Занимает мидл МВП. Очень осмысленно действует сейчас атака. Она учитывает то, что у противника есть только пистолеты. И нужно идти не на сокращение дистанции, а наоборот. Тут выпало флешку от QQ вместе с Роликсом. Чекается метро. Возможно, даже будет поджим. Но ЦЗ-шка это не тот пистолет, который поможет тебе здесь. Ну, разве что какая-то халява залетит совсем. Все-таки ЦЗ это как бы там ни было, но пистолет для средней и ближней дистанции. Да, он там может где-то как-то повесить какой-то хэдшот на дальний, но точность теряется, как бы там ни было. Чекается, позиции реалити уже потерян. Слишком активно действовал по направлению террорского респауна. А МВП все это дело читали. Чувствуют они все-таки, вот где нужно посидеть. Как нужно заработать этот первый фраг. И, к сожалению, вот этого ощущения, этого чутья нет пока что у команды Сигничур Гейминг. Не играет совсем вместе. Еще раз отмечу. И если есть тренер этого коллектива где-то, то нужно потом просто скачать демку и посмотреть, сказать, ребята, вы не играете вообще вместе. У вас как будто вот 5 соло-исполнителей. QQ вместе с Сигаретом. Ну, здесь попытка угадать, может быть, заработать себе еще какой-то килл, выбить девайс для Сигарета. Учитывая то, что у QQ уже есть АК-47 после минуса по ГЗИКну. Ну и соло был ближе всех. Но соло уже направляется на точку Б через ЗИК. Это будет бомба. Это будет 11-й раунд для МВППК. Они пока что камня на камне не оставляют от своих соперников. Просто смели. И в этом раунде, и в предыдущем. Посмотрите вообще на прогресс. Интересно посмотреть даже на урон. Реалити. За 12 раундов 581. Соло. Даже вот посмотреть за QQ тем же. Посмотрите. Он тягается с лучшими игроками команды МВП. QQ 1210. 1185 у соло. Ну да. Здесь попытка все-таки от Сигарета. Хаск его не отпускает. Ну и последний QQ остается. Ну и здесь все-таки не ушел. Видите. Было бы неплохо вынести вот эти два калаша, а не один. Но уже хорошо, что QQ дальше не пошел. Но заснул. И насколько же опытно сейчас Глоу выходил. Во время взрыва бомбы. Когда ты практически ничего не можешь слышать. Ну может быть там еще тиммейты разговаривали в TeamSpeak. Но Глоу вышел именно тогда, когда это было нужно. И на это тоже стоит обращать внимание игрокам. Которые хотят сейвить свои девайсы в коврах на точке А. 14-й раунд предпоследний. В первой половине. Реалити. Остается в окне. Напоминаю, что вновь вот пистолеты только на руках у тайцев. Ну тут такое чувство, что они просто с голыми руками вышли против калашей. С лопатами против пулеметов. Чтобы там не было в руках. Действительно большинство раундов они проводят очень плохо. Не хватает уверенности в себе на этой карте. Возможно, возможно. Вот не встречались же все-таки команды эти. Вообще у них нет истории противостояний. И, ну, где-то MVP PK их удивляет сейчас в атаке. Сигарет. Принимаем все-таки точку Б. 2 минус АК 47 на руках. Это классная попытка убить также Соло. Но тот был слишком быстро в этом выходе. И QQ его не отпускает в ухо. Получая с дегла. Игрок атаки. Ситуация 1-3 для Глова. Ну и бомбы нет на руках. Это тоже вот вопрос. Как он до нее будет доходить. Джениса уже получает остальные информации о том, что соперник был замечен в зиге. Ну и Глова. Вы знаете, возможно, даже у него нет вот на таком тайминге цели выиграть этот раунд. Ему нужно выбить девайс. Но не получается. Дженис все-таки его здесь читает. Смотрим на табуляцию. Ролекс. 2.11. Сигаретс и QQ это ребята, которые действительно попадают. Все стараются, все попадают, может быть, где-то. Но чаще всего попадают именно названные персонажи. Вы знаете, в чем еще проблема? В том, что у вас Сигаретс и QQ смотрят точку B. То есть, по сути, у вас нет пластичности. У вас самые жесткие игроки в этой игре, в этом матче конкретно, смотрят на B. Было бы неплохо поменяться. Потому что вы видите, что у кого-то не получается, ребят. Но вы видите, что у вас летит. Почему бы не предложить? Я понимаю, что это все-таки матч в рамках квалификации. Нельзя менять девайсы. Там, может быть, кому-то играть с АВП, кто не играл раньше. Нельзя менять какие-то позиции, которые вы наигрываете. Но иногда все-таки стоит к этому прибегнуть. А тут получается, что два самых жестких у вас тиммейта. Они стоят на точке B. А на точке B у нас особо выходов часто не было. Но только там, может быть, через X, притом с домом B использовали вот эту тактику команды MVP-PK. Ну и вновь ничего не меняется. То есть у нас Сигарет вместе с QQ на точке B. И Трионова будет сейчас отдуваться за некоторые свои ошибки. Возможно, получится здесь наконец-то остановить в 15-м раунде своих соперников. MVP не спешат. Там уже спалилась АВП в Пелосе. Зеф будет действовать через коннектор и, возможно, зайдет в спину кому-то. Но Реалити должен его не пропускать. Ни в коем случае. Иначе будет тотальная фиаско. В это браунде флешка полетела. Ролекс! Маг-семерка не сработала от слова вообще. Глоу. Забирает противника. Зеф. Выход в спину против Реалити. Жениус последний. И он тут тоже читается. Есть два минуса. Третий не залетает все-таки. Хотя была попытка. Этого выпада. Ну и Хаск не отпускает Сигридса на джангле. Последний остается Кью-Кью. Ну и сейчас с ним поздороваются. Конечно, игроки команды MVP PK, они должны выходить на счет 12-3. А все так хорошо начиналось. Я отмечал то, что на Кобле Сигначер действовали очень грамотно. Ребят, посмотрите в записи, если кому-то интересно. Там были такие интересные выходы. Там на последних секундах устанавливалась бомба. До последнего там MVP даже не могли разобраться, куда будет идти этот пакет. Но потом как будто команду подменили на какое-то время на Инферно. Вроде как была попытка камбэка, но все-таки MVP PK выиграли со счетом 16-13. И сейчас совсем уж кисло. Поехали смотреть второй пистолетный раунд в рамках третьей карты, решающей между MVP и Сигначур Гейминг. У нас, кстати, интересная будет тактика сейчас от Сигначур под раскидку. Тут, мол, это две флешки. Это будет десант через ковры. Ну, это такая частая тактика, но эти флешки, они никого не слепят, как правило. Тут, по сути, флешки заставляют просто разворачиваться. И, возможно, глоки смогут пропушить какие-то позиции. И на это, наверное, надежда. Но уже потеряли первого бойца. Это был Роликс. Также в спину у нас будет заходить Кзигн. И это проблема для команды Сигначур Гейминг. Да, они продавили только что Сити, но никого там не нашли. Глоу очень опытно отошел в угол. Ну, и, соответственно, здесь 5 на 4 будет выбивание. В стиле команды СК просто вот оставили точку. А, ну, поставили бомбу. Ничего страшного, ребят. Там нет вообще откидок. У нас есть смог, у нас есть диффузы. У нас есть стрельба! Зеф! Простите, что я пропустил эти фраги. Это тройной выход через Сити. Реалити. Там летят только по головам своих соперников MVP-PK. И это 13-3. 10 очков преимущества получает команда из Южной Кореи. Где тренеров Сигначур? Нет, ребята. Я, пожалуй, буду комментировать. У меня нет таких полномочий. Здесь мои полномочия все. Только комментирование, только просматривание. Уймым матчей, чем я все, собственно, занимаюсь в последнее время. Очень много Counter-Strike. И самое главное, чтобы он не надоедал его, ребята. Вот если вы смотрите, если вы играете, это самое главное. Сейчас его действительно очень много, но приятно даже наблюдать за такими встречами. Вот даже покомментировать такие матчи, как MVP против Сигначур. Вообще, вы знаете, задумка была неплохая. Вот команда Сигначур на пистолетку. Но дело в том, что вся эта пистолетка, она строится от того, пропушите вы Сити или нет. Если у вас не получается, то все. Если противники отдают эту точку, потом вместе выбивают, то это огромные проблемы. Вы надеетесь только на свою стрельбу. У вас нечего откинуть, потому что вы использовали свои флешки, свой молотов уже в начале раунда. И этим пользуется очень часто команда СК, например, вот вчера против Мау Спорс. То есть они ждали, пока Мау Спорс просто все гранаты выкидывает и потом приходили выбивать с наборами молотовых, со смоками, с флешками, просто совсем, понимаете? Я об этом хотел еще вчера в Твиттере написать, но просто подумал, скажем так, про себя. Что стоило просто остановиться и проанализировать раунд. То, что у вас противники ждут, пока вы все выкинете, а потом только они выходят на ретейки. То есть что вы должны делать? Попытаться выйти без раскида даже. Или с минимум раскида. Соло. Принимает уже выход на точку Б. Роликс не досчитал своего уха. И Сигарет здесь. Тут как тут? На размене. Тут Глоб готов уже встречать Ку-Ку. Хаск тем временем на точке Б разбирается вместе с Зефом против Джинниуса и Реалити. 430. QQ вместе с Сигаретом. Ну совсем уж далеко друг от друга. Вот этот фраг от QQ, он абсолютно никоим образом не повлияет на этот раунд. Тут 5 секунд остается. Хаск будет жить. И убивать. Поплыли немного ребята из команды Сигначур. К сожалению, тайцы здесь не могут противостоять машине MVP PK. Тут, вы знаете, корейцы уже видят себя в этом финале квалификации. Они будут бороться за этот первый слот, за единственный слот, который был отдан азиатскому региону. Вы знаете, с такой игрой, в принципе, они могут где-то пободаться с командой Тайлу, которая недавно произвела замену. Как вы знаете, вместо Бондика пришел Икс Эйкрейт. Возможно, не самый известный игрок, но хороший стрелок. Хотя, вы знаете, я раньше думал, например, что, возможно, в Тайлу придет атакер с команды Флэш Гейминг. Так, почему-то мне казалось, что это довольно-таки неплохой выбор. Ну ладно, сами игроки знают, кого им нужно приглашать в свои команды. Тут была агрессия от Соло на точке Б. Есть первый минус по Роликсу. Роликс вообще не может включиться в эту игру. К Зейген на меде стоит, как стена. Гранитная. Джинниус его уже не прошел, не пробил. Глоу находит фраг против QQ. Ну и, по сути, Глоу сейчас нашел бомбу. И это 90% успеха в раунде от команды MVPPK. И Сигначер вообще разваливается на глазах, к сожалению. 15-3 это матч-поинт. И уже не только одной ногой, а почти всем корпусом команда MVPPK вышла в финал этой квалификации. Которая пройдет, если я не ошибаюсь, дорогие друзья, завтра. Калаши от Зефа и Хаска тоже интересно будет посмотреть. Против скаута Калаша и трех диглов. У команды Сигначер. Тут небольшая ошибка Хаска, но особо-то там ничего по нему не залетает. 98 хп остается, он еще и уходит. Гзиган расправляется с QQ. 5 на 4 ситуация, при этом реалити не может выйти на размен, потому что Молотов лежит прямо у него под ногами. Еще один очень крутой менеджмент гранат от команды MVPPK. Полностью все паралеки они в этой защите закрывают собой. Щелей просто нет. Вы не можете просочиться как-то попытаться выйти на один из плентов, потому что MVPPK на коне. Подсадка, соло 5 хп, но при этом он свой минус здесь делает, если его не прочекают сразу же целенаправленно. Ну, это еще условие того, что Сигначер попытается выйти на точку B. Ну и здесь Джиннис, судя по всему, будет скоро отлетать. Гзиган должен его рано или поздно заметить, если не после смока, то на радаре. Ну, или он сам попытается выйти, но здесь два бойца команды MVPPK не дают ему дальше пройти, чем на одну ступеньку. Еще один смок летит от Зефа. Закрыто абсолютно здесь на миде Сигначер. Но есть все-таки факт реалити, но дальше он не прошел на Зиг. 2 в 4. Двойное преимущество уже слишком уж подавляющее. Соло забирает роликса последний Сигарет с 20 хп. И здесь вопрос времени, кто же и когда же его заберет. Это был Глоу, и это было только сейчас, ребята. Все-таки это 3-1 в пользу... 3-1, 2-1 в пользу команды MVPPK, и они действительно показали очень классный контент.